Я просто себя немного неважно чувствую. У тебя что такое? Температура. Перед кастингом у меня поднялась температура, мне было очень плохо, и я даже не хотел, собственно, ехать на кастинг. Больше всего в жизни я люблю свою маму, потому что именно мама меня всегда поддерживает. Именно мама мне сказала, заболел. Мне плевать. Идешь на кастинг и выступаешь там. Но я не мог пропустить шоу такого формата, и мне пришлось просто выпить кучу таблеток и приехать сюда. Но я должен тут быть. Я должен был выступить, и это главное. И сейчас для меня это важнее, чем мое здоровье. Поехали! 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 Я думаю, что вот в той небольшой справке, которая составлена на основании ваших же слов, сказано, что вы профессиональный танцор. Это так? Да. Я профессионально занимаюсь ирландскими танцами. Какими? Ирландскими. Так, интересно. Еще сказано, что ваш кумир Михаил Барышников. На самом деле это так. С точки зрения хореографии, я считаю его каким-то, знаете, идеалом. А вас не тянет в балет? Или уже поздно? Ну, мне кажется, что в балет мне немножко поздновато. Поздновато, да. Ну, хорошо. А сейчас вы будете не танцевать, а заниматься совсем другим. Правильно я понимаю? Точно. Сегодня я буду показывать Эквилибр. Ну, давайте, показывайте. АПЛОДИСМЕНТЫ А гарса voou, a sombra ficou, a noite desceu, levando o branco. А, 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 а. А mata dormiu, o vento acabou, a folha caiu, fazendo rumor ao tocar. А, 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 а. О рамо гемеу, o ninho vibrou, o rio bebeu, as nuvens do céu. А, 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 а. А, 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 а. «Красоту тела может раскрыть только тело», так сказал Оскар Уальд. Обратимся к самому красивому нашему члену жюри, к Ренате. Как вам? Вы всегда так хорошо оцениваете мужские достоинства. Прошу вас. А вот вам и самому кажется, вам удались все ваши стойки сейчас? Нет, мне так не кажется. Ну там, да, были какие-то срывы, я так понимаю. Но это художественно, и в этом есть какая-то концепция. Это было не так гладко. А костюм? Костюм. Костюм лаконичный. И я думаю, может, ноги надо как-то по развитию подать. Они как-то у вас расположены, как иксом чуть-чуть. Или как-то их раздвигать надо по-другому. Нет, на самом деле, ну, очень мило. Я не буду голосовать против. Что вы думаете? Я думаю, что... Во-первых, это было сделано с настроением. Да, здесь была художественная концепция. Что явно вы думали о том, как вот и музыку вот с этими движениями как соединить, чтобы это получилось нечто цельное. И потом там есть одна очень трудная вещь, я не знаю, там обратили внимание или нет, когда вы на прямой руке стоите, а потом опускаетесь на локоть. И при этом тело не касается земли. Ну, или там сцены. Вот это вот просто очень трудная вещь. И так я про себя ахнул. Я уж не знаю, там, как мои товарищи решат по жюри, но я буду голосовать за вас. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Ренада, а вы что сказали? Да, я прям как бы... Вы меня вогнали в такую задумчивость, и это хорошо, и это как бы признать чего такого. Спасибо большое. Сережа, что ты? Честно скажу, мне было скучно. Были безумно, понятно, сложные элементы. Мне понравилась, если не ошибаюсь, бразильская музыка. Ну, я не знаю, кто это исполняет, но она очень красивая. Это между собой как-то сочеталось, но, не знаю, я засыпал вот в это время. Мне было как-то... Как только Ренате нравится мужчина, ты начинаешь ревновать. Сразу заметил. Да. Это правда. В этом есть, возможно, подсознательно и то самое. Поэтому, извините, я, возможно, буду один среди жюри, но для того, чтобы вы понимали, что ваше выступление несовершенно, на мой взгляд, я скажу вот так. Спасибо. Сергей Юрьевич. Я думаю, что это достижение не только для верхнего уфалея, но коли человек приехал из такой дали и такую композицию сложную предложил, я за то, чтобы он показался еще раз, и мы посмотрим, что он умеет еще. Замечательно. Вы в проекте. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.